Христос Воскресе, дорогие мои друзья! Сегодня я бы хотел обратиться не только к вам, верные православию братьям и сестрам, но и ко всем, кто когда-либо слышал обо мне, или смотрел проповеди мои, но и к тем, кто еще Бог даст, услышит мое слово. Бывает так, что сегодня человек придерживается одного мнения, принадлежит к другой религии, но завтра увидит правду и возгорится сердце его. Такой может быть верным чадом Бога нашего. Ибо сказано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Дети Божьи, по делам исповедания распознавайте людей, от Бога ли они. Помните, как на Ютюбе наш первый канал назывался? «Будь верен до смерти». В том канале, в тех первых проповедях, Аз Грешный говорил вам о живом Боге, о Духе Святом, что бывает с человеком, когда Дух Божий коснется его, и что бывает, когда бесы приходят, и так далее. Целых семь лет мы говорили о живом прикосновении Бога к человеку. Это то время, когда зарождается в сердце великая добродетель, рассудительность, познание добра и зла, невидимого глазом, но ясно ощущаемого сердцем. Посему оно у всех святых и называется сердечным видением. Без всей добродетеля, рассудительности, если человек не имеет ее, то такой слеп, кем бы он ни был, какие бы одежды ни носил. Поэтому и святой Антоний Великий говорит, что рассуждение выше любви. Почему? Рассудительный, он же и испытанный Богом, знает меру свою, и выше меры не попросит от Бога. Ибо, если ты просишь от Христа много любви, то не знаешь, сколько тебе придется потерпеть за нее. А милостивый Господь прежде любви попустит тебе огненное искушение. И человек, не зная меры, будет валяться в унынии и ропоте, будет погибать. Бывает так, что человек путает между чувством любви и страсти, и многое другое. Человек, не зная меры своей духовной и не имея рассудительности, такой всегда молится в дерзости пред Богом. Такому попускается сатана, чтобы смирить человека. Но не понимая сего, опять унывает и ропщет, опять погибает. Через рассудительность приходит познание немощи своей. Человек начинает видеть, где уловка вражия, а где воля Божия. Рассудительный просит от Бога не то, что вздумается ему, а то, что Бог через благодать откроет через жажду. Я, друзья мои, хотел лишь несколько слов сказать о сей великой добродетели, для того, чтобы напомнить вам о первых проповедях. Повторюсь, целую седьмину через проповедь о живом Боге, о чувстве к Нему собирал Господь вас, способных слышать о Христе. Ибо всегда, когда говорится о Духе Святом, то люди разделяются. Одни, любя Бога, собираются возле такого священника, а другие хулят, обзывают и так далее. Это было и со святым Симеоном, новым богословом и всеми святыми. Это есть признак истинности, которую бесы ненавидят. К чему же братьям привелось и семилетнее проповедание о живом Христе, собрал Господь, способных слышать Слово Божие, так сказать, первый эшелон, и собирает многих других детей своих через нас. Мы провели соборы, ибо Дух Святый открыл нам много лжи и неправды, находясь в которой человек становится предателем своей веры и Бога. То есть, слово о Духе Святом привело к исповедничеству православия, да и быть по-другому не может, ибо жить во времена узаконенного экуменизма, когда власть церковная и мирская соединились в богохульстве Святой Троицы, причем записав эту хулу на Бога главный закон, конечно же, если мы соборно пошли против этого, то нас будут сажать в тюрьмы, гнать и мучить. Такими поступками они еще больше доказывают, что они сатанисты. Когда Святой Иоанн Креститель обличал власть, то его посадили и убили. Те были нечестивые, впоследствии глумились над Христом, и эти, такие же богохульники и иудеи, и вот ныне назначили нам в тюрьме религовическую экспертизу, по которой будут судить нас. То есть на основании этой экспертизы будет вынесен нам с вами приговор, являемся ли мы сектой, преступниками закона и так далее. По закону мы имеем право задавать вопросы, в кавычках эксперту, но следователь Бондарь ДД намеренно лишает нас права свободы, защиты, поступая против совести и своих же законов Конституции. Обратите, друзья, внимание на сего следователя, ибо когда придет время, представим всего служителя преисподней к народному суду и церковному проклятию. Над нами уже была проведена одна экспертиза, лингвистическая, и мы задали вопросы, которые нас полностью оправдывают, но сей следователь отклонил все вопросы, улыбаясь при этом. Думаю, так же и здесь, в этой экспертизе, не допустят ни одного вопроса. Они лишили нас возможности защищаться, нарушая при этом всю свою Конституцию РФ и Уголовный Кодекс. Посему, друзья мои, и все, кто будет смотреть наши каналы, пожелал я вам написать пред Богом вкратце вопросы о следователе-эксперту и наших защитникам, которые явно отклонят. Хотя бы вы услышите их, наши вопросы, чтобы впоследствии убедились делом, что это сатанисты, ненавидящие Бога. Вопросы эксперту-религиоведу Силантьеву Р.А. в Москву. Следователь. Первое. Является ли Русская Православная Церковь Царской Империи некоммерческой организацией? Если да, то какой? Второе. Как впредь называть общество Русская Православная Церковь Царской Империи? Какое у них иерархическое устройство? Третье. Кто организатор Русской Православной Церкви Царской Империи? Четвертое. Какой религии относится Русская Православная Церковь Царской Империи? Пятое. Призывают ли граждан Российской Федерации, то есть призываем ли мы граждан Российской Федерации противоправным действием? Шестое. Призываю ли я людей к насилию над президентом РФ? В общем, они хотят обвинить нас некоммерческой организацией, кое я якобы являюсь организатором, призывающий людей к террору, и якобы я призываю людей расправиться с Путиным. Наши вопросы. Первое. Как можно поставить Патриарха организатором, если правило Церкви гласит, что Патриарх ничего не может делать один без Собора? Второе. Мы покинули РПЦМП из-за явной публичной ереси, в кавычках Патриарха Кирилла, применив правило двукратное Константинопольское. Вторая часть его, который повелевает покинуть открытого эритика. Такое правило называет нас защитниками Церкви. Как можно называть нас сектой или тому подобное? Третье. Имеет ли эритик голос в Церкви? Четвертое. Эксперт Силантьев РА является исламоведом. Вопрос. Как исламовед может быть экспертом в православии? Какой Вселенский Собор это позволяет? Есть ли у эксперта документы? Желаем видеть их. Пятое. Эксперт, верный служитель Конституции РФ, который по 67 статей есть продолжатель Красной Власти? Вопрос. Как эксперт, находясь под проклятием в Соборе Исповедников Святого Патриарха Тихона, который отлучен от Святой Троицы, может судить нас, православных? То есть эксперт под анафемой, как может давать верную оценку для Церкви? Шестое. Христос сказал, что у синагоги Бог – Сатана, а в 29-й статье запрещается православным иметь превосходство над дьяволом. Вопрос. Является ли сия 29-я статья преступной против совести верующих? Седьмое. Есть ли противоречия между статьями 28-й и 29-й Конституции? Если одна позволяет проповедовать православие, а другая же запрещает само сердцевину исповедания? Восьмое. Если Святой Евангелий называет, что Бог для синагоги дьявол, а по 29-й статье ни одна религия в РФ не имеет превосходства над синагогой, выходит, что у всех религий РФ Бог – дьявол, причем законно? Девятое. Путин ВВ для россиян узаконил дьявола Богом? В этом мы, Русская Православная Церковь Царской Империи, обличаем его? Мы и я обличаем правителя РФ Путина от себя или по канонам Церкви? Десятое. Проповедь моя, под которой эксперт дает оценку, она полная или прерывистая? Это цельная проповедь или кусочками взятая и составленная? Подвели Путин ВВ под проклятию всю Россию этой 29-й богохульной статьей? Одиннадцатый. Запрещает ли Святой Собор и исповедников российских междоусобную брань, убивать брат брата? Отлучает ли сей Собор от Святой Троицы всех, кто участвует в сей брани? Путин ВВ КГБшник, такие особенно проклинались Святым Собором. Кто снял с него проклятие? Если Путин сделал так, что вся Россия, то есть для россиян узаконен богом дьявол, то не антихрист ли он? Не сбылись ли слова старца Христофора, что правитель после Эльцина всех запутает? Вот, друзья мои, распространяйте как можете эти вопросы. Искренне к вам, Державный Зосима. 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 Продолжение следует...